МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Смотрите сегодня в программе местные жители с Ольгой Чернышовой. Ячмень, вика и овёс, чтоб хорошим был покос. Саргатский фермер увеличивает поголовье коров и площади под кормовыми. У кого весной простой, у того амбар пустой. Темпы полевых работ и новые культуры все в обороте, как в области планируют добиться высокой продуктивности дойного стада. Актуальное интервью. Ни дня без забот семья не живёт. Крепкое подворье вчерашних горожан из деревни 2-я Фоминовка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 83-х километрах от областного центра находится село Нижний Иртыш. Образовано оно в 1888 году двумя зажиточными помещиками – Хаймовичем и Нифонтовым. Первый открыл большой завод по производству спирта. Для этого стал выращивать зерновые и кардофель. Нифонтов занялся разведением породистых коров и овец. Нанимали помещики работников из близлежащих сёл, помогали строить им жильё. Улицы появились только в 50-х годах. По очерёдности застройки их так и называли – первый порядок, второй. И хотя улицы давно уже переименовали, местные жители до сих пор называют их по-старому. Сохранилась с прошлого столетия улица МОПРА – Международная организация помощи рабочим. Сегодня Нижний Иртыш – благоустроенное село со всеми благами цивилизации. Подведён газ, есть водопровод. Здесь проживает 1600 человек. В августе населённому пункту исполнится 129 лет. Май холодный, год хлебородный, говорили старину. А он нынче и вправду то теплом порадует, то морозными утренниками испугает. Но весна берёт своё. Черёмуха цветёт, яровой сев силу набирает. Такая примета. Поля у фермера Сергея Крафта недалеко от деревни. Повезло, считает он, меньше затрат. К тому же, каждая клетка в зелёном у рукотворном обрамлении. Весной наши сибирские рощи очень красивые. Берёзки в яркой-яркой зелени. Эти лесополосы ещё были посажены при Кирилле Хорошуме. Это 70 лет назад. Посажены для того, чтобы уберечь поля от ветровой эрозии. Здесь в основном сеяли кормовые культуры. Хозяйство было знатное, племенное. На всю Россию гремело своим дойным стадом. А сейчас даже на подворьях у местных жителей три десятка бурёнок едва наберётся. Больше всех коров здесь держит фермер Сергей Крафт. Поэтому и вся земля у него под кормовыми культурами. Я с 10-го числа начал сеять уже. На сегодняшний день посеяли 300 гектаров. У меня 600 гектаров посевных. Значит, 300 гектаров я уже посеял на сенаж. Зерносмесь, однолетку. Туда входят зернобобовые бобы. Это вика, горох, овёс и ячмень. В этом году под однолетками на сенаж у фермера на 50 гектаров больше. Собирается на 50 голов. Увеличит дойное стадо. Ну вот сенажом вы раньше не кормили, когда была маленькая поголовья. Да, когда я начинал, я начинал только чисто сеном кормить. Но на высокий уровень, конечно, до 3000 даже было трудно найти. Когда начал кормить сенажом, более сбалансированная корма, то мы вышли уже на 3500. А в минувшем году уже по 4300 литров от коровы получили. У фермера 420 голов крупного рогатого скота. Из них 200 дойных бурёнок. Второй год животные зимовали в коровниках, которые достались от прежних хозяев. Удалось восстановить их благодаря государственной поддержке. Получил грант 3 миллиона рублей. В бывшем животноводческом комплексе ни одно помещение в добротном виде не уцелело. Чтобы привести всё в порядок, не один год потребуется. А у фермера на всё про всё отселы 4 месяца, когда коровы на выпасах. К ежегодному ремонту даже ласточки привыкли. Вьют под потолком на балках гнёзда. Сергей считает, что это хорошая примета. К удаче, говорит он, а она нужна, чтобы успеть ещё два помещения к зимовке подготовить. Двоюродного брата, строителя, уговорил помочь. На месяц поездку на север Владимир отложил. Уже много лет он с бригадами трудится на Ямале. Там рабочих рук не хватает. Утилеты будут здесь до 10 дней, до 10-20 дней. Даже здесь всё равно я сделал отопление. Потому что рядом как раз печка, чтобы до 10 дней было. Хотя там у меня холодный метод содержания, а здесь остановлюсь. Фермера не переубедить. К маленьким телятам у него особое отношение. Мимо внутреннего двора никогда не пройдёт. Обязательно остановится, чтобы на малышей полюбоваться. Они разной масти. Крепкие, упитанные. Хорошие бурёнки вырастут, считает Сергей. На ферме оставляют только тёлочек для пополнения своего стада. Всех бычков в месячном возрасте продают местным жителям. Да и из соседнего села за ними приезжают. В зиму всех на ферме не разместить. Пригодных помещений пока мало. Да и кормов тогда придётся больше запасать. Вот сенажа до новой травы нынче не хватило. Весна запоздала. Закромага зернофураж ещё остался. Дроблёнку даёт животным по вечерам. Средний удой сейчас 15 литров от коровы. Больше, чем в прошлом году. Начинали, значит, с 15 голов. Тогда было... Даже вот на этом именно месте ставил простой холодильник, ставил. И во флягах охлаждал. Потом приобрёл холодильник на полторы тонны. Вот он рядом находится. И в связи... Потом, написав бизнес-план, получив грант на 3 миллиона, значит, по голове скота увеличилось. И увеличилось, конечно, молоко. И тот полторы тонны, который был у меня, ему стало недостаточно. В прошлый год я приобрёл танк-охладитель на 3 тонны. Установил его. И вот в этом году я уже им пользуюсь. Как откачивать молоко из танка, придумали вместе со старшим братом Владимиром. Он по профессии механик с большим стажем. Сейчас на пенсии. Но разве сидишь дома, когда Сергей задумал вернуть былую славу селу, возродить ферму и добиться статуса племенного завода, как старые добрые времена. Фермерский стаж у крафта небольшой. Седьмой год пошёл, как организовал он хозяйство. До этого держал коров на подворье. Работал в своё время на кирпичном заводе, был строителем. Эти профессии пригодились ему и сейчас. Да и характер у фермера такой. Не отступится, пока своего не добьётся. Даже если что-то не ладится, не унывает, не жалуется. За это земляки его и ценят. Сейчас в хозяйстве уже техника вся своя. Не новая, но вполне на ходу. На современной импортной машины ещё не заработал. Да и не нужны они, считает Сергей. Хозяйство небольшое, но дел здесь тоже много. Охотничья собака-кнопка уже и надеяться перестала, что хозяин возьмёт её когда-нибудь на охоту. На всякий случай тренирует своего щенка, а может, ему больше повезёт. В округе лисы и зайцы водятся. Лисов много. Механизатор Николай Ильин по осени их часто видит. А весной по сторонам некогда смотреть. За две недели с посевной надо управиться. С армии как пришёл, ну, была ещё работа. Потом началось помаленьку рушиться всё. Уехал на север. На севере поработал. Три года и всё. А где работали там? Ну, в Уренгое. За Уренгоем, на крайнем севере. Потом в Нижневартовске работал. Работа тяжёлая? Ну, нелёгкая тоже, скажу. И днями, и ночами. Хоть хорошо платили? Да, так, в среднем. Ну, потому и ушёл. Потом сюда вернулся. Где Серёжа устроился. Нормально. Лучшим там. Трактор, на котором работает Николай, необычный, фронтальный, всесезонный. Зимой на ферме первый помощник. А весной и осенью в поле задом наперёд по пашне ходят. Сделали сзади прицепную. И вот это, четыре сейлки зацепили, и работаем. Производительность хорошая, то же самое. Ну, только задом ходят. Видите, сколько бы как это. Необычно. Необычно, но... Соседи что, говорят, видели? Видели, да. Говорят, что это такое? Мне тоже уже задумывается, надо тоже приобретать такую технику, потому что очень удобно, конечно. Сейчас в фермерском хозяйстве в поле работают четыре агрегата. Всё как положено. Сеют, баронят, прикатывают. Зерновые насенаж уже посеяли. Остальные 300 гектаров займут ячменём, пшеницей. Весь урожай тоже пойдёт на корм скоту. Часть на семена. В Саргатском районе все хозяйства приступили к севу. Впервые в этом году здесь будут выращивать масличный лён, сою, чечевицу. Увеличили площади под кормовыми культурами. Яровой севу в районе у нас 51 тысяча гектара, 32 тысячи из них зерновые. Остальные – это кормовые культуры. Тем более, этот год объявлен годом животноводства. Упор делаем. Если мы по количеству уже научились готовить корма, по количеству, то по качеству ещё пока уступаем. В этом году в структуре кормовых культур больше упор делается на веко овсяные, горохо-овсяные смеси, на козлятник многолетней травы, на суданскую траву. Так что, чтобы не просто приготовить объём, а вот именно по качеству, чтобы более высшая отдача была. По мнению Сергея Крафта, в Саргатском районе выгодно развивать животноводческую отрасль. Зермо с высокой клейковиной здесь не каждый год получишь. А на фуражное цена низкая, зато на корм скоту хорошо идёт. И молоко востребовано, поэтому и собирается увеличивать дойное стадо. Нетели свои, доморощенные. Яровой сев в нашей области набирает темпы. На сегодняшний день засеяно 48% от всей площади. Практически все хозяйства приступили к посеву основной продовольственной культуры – пшеницы. По сравнению с прошлым годом площади под ней сократились, но увеличились посевы крупенных и масличных культур. Цены на них в последние годы высокие и стабильные, чего не скажешь о пшенице, запасы которой до сих пор не полностью реализованы. В этом году сельхозтоваропроизводители увеличили площади под кормовыми культурами, стали больше сеять бобовых и кукурузу на карнаж. Что способствовало изменениям в структуре посевных площадей? На этот и другие вопросы мы попросили ответить заместителя, министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Дарафу. В этом году год животноводства, поэтому огромная работа ведется по обеспечению животноводства кормами. В этом году работаем над сбалансированностью углеводно-протеинного соотношения. Ряд хозяйств занимаются посевом кукурузы на зерно, закладываются хорошие многокомпонентные смеси, уже в первые сроки посеяны однолетних трав. Надеемся, что полностью животноводство будет обеспечено высокоэнергетическими кормами на 17-й год, год животноводства. Ну и, конечно, сегодня хотелось бы пожелать всем селянам хорошей погоды, чтобы наша погода, сибирский климат благоволил получение высоких урожаев, хорошей ценовой политики в стране и в регионе и, конечно, хороших урожаев осень. От 12-го канала до 2-й Фоминовки 95 километров. Деревня небольшая, всего три улицы. До начала перестройки здесь жили в основном немецкие семьи, предки которых в 1908 году переехали сюда из Поволжья. В 90-е годы большинство коренных жителей отправились искать счастье на историческую родину, а в их домах стали селиться русские семьи из Казахстана и Омска. Застройка улиц типичная для немецких сел. Дом, сарай, гараж, летняя кухня, единый ансамбль под общей крышей. Так удобнее вести личное подсобное хозяйство. На подворьях разводят крупнорогатый скот, свиней, овец, птицу. Для жителей деревни это основной источник дохода. Сейчас здесь проживает 436 человек. В следующем году 2-я Фоминовка отметит свой юбилей 110 лет со дня образования. Анатолий Лупенков по натуре экспериментатор. За новое дело берется больше из любопытства. А уж потом решают, продолжать или нет. Так было и с пчелами. 14 семей было в прошлом году. Первый год вы занимались? Да, первый год. Что для вас было самым трудным? Понять, как работают пчелы. Понять. И как же они, эти пчелы, ну, в общем-то, понять было мне, работают их пчелы. А кто рассказывал? Кто учил? Учил меня, ну, есть такой Сиянов, который уже 40 лет занимается пчелами, даже больше 40. И вот он мне это рассказывал, показывал. И говорит, ты до сих пор? И до сих пор, до конца, ничего не знаю, 40 лет. Да, вообще было вам интересно наблюдать за ними, да? Да, да. Интересно за пчелами. Как они? Иногда сяду, тепло, когда жарко летают, сяду здесь. И наблюдаю. И наблюдаю, успокаиваюсь. За лето Анатолий с каждого улья накачал по фляге меда. Больше тонны получилось. Для новичка посчитали местные пчеловоды. Это очень хороший результат. Сегодня у него на пасеке 5 ульев, почти в три раза меньше, чем в прошлом году. Но ими заниматься некогда. Лето короткое, одел много. И так до поздней осени, а там другие заботы. В городе жили, говорит, и поменьше было. Но и семейный стол поскромнее был. Поэтому и переехали в деревню. В 2000-е годы в городе тоже как-то было тяжело. Квартплата поднялась. Работы, тот же кризис был в 2000-м году. Работы не было. Я работал во дворце молодежи, убойка. Зарплаты нет, квартплата поднялась. Ну и думаю, мы поедем в деревню, годика три поживем. Ну вот, 17 лет будет, живем. Пролетели эти годы незаметно. В город теперь и не тянет. Хозяйство по местным меркам большое развели. Когда переехали, повезло. Дом на краю деревни купили. Это сейчас он выглядит ухоженным, с огородом, теплицей, сараями для живности. А тогда неприглядное строение, внесенное деревянным забором. Денег от продажи городской квартиры хватило на дом, обустройство и на приобретение коровы, двух поросят и двух телочек. Это чтобы хозяйке не скучно было. А ей не бывает. Летом, рассказывает Татьяна, в дом до вечера не заходим. Крутятся на пятачке. С пяти часов утра уже на ногах, а в обед дойка. На нее Анатолий и Татьяна вместе ездят. Стали у них семь коров, одна в запуске, три недавно расстелились, их три раза в день доить положено, а остальные до вечера гуляют. На выпасах травы еще мало, поэтому и молока у Буренок пока не так много. Анатолий тоже доить научился, жизнь заставила. Все обеденное молоко идет на выпойку живности, что на подворье водится, первым делом маленьким поросякам. Их без молока не вырастешь. Впрочем, как и телят. Их в стайке шесть голов. В этом году Лупенкову не повезло. Одни бычки на свет появились. Такого еще не было. Придется выращивать их на мясо. Все кроликов хотим завести, все никак не можем. А реализуете это? Где? Куда выжите? Реализуем ярмарки организованы, губернаторские. Ярмарки по районам они сейчас. Каждый вторник в Кормиловке у нас здесь ярмарка. Хорошо. Что возите? Осенью возим мясо, а все лето молочка, масло, сметана, творог. Все семейные доходы только с подворья. За все берутся, чтобы как в городе от зарплаты до зарплаты деньги не считать. Анатолию пришлось даже трактор приобрести. На покупных кормах здесь далеко не уедешь. Своё хозяйство, сенокоз, чтобы никого не нанимать, никому не платить, сам поехал, накосил, всё сделал. Для хозяйства в деревне трактор нужен. Обязательно? Да, обязательно. А сейчас что делаете? Сейчас огороды, весна, пора такая, что огороды пахать. Вот, на данный момент пашу членам, пащикам, кто имеет земельные паи, вот, от русского магра. После обеденной дойки Анатолий пахать огороды в соседнее село отправился, а Татьяна на подворье крутится. Кормить, цыплять надо. Бройлера покупают резохода, чтобы летом и осенью на рынке мясом птицы торговать. Пошли, 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 пошли. Айдайте. 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 Сколько? Что? Здесь 100 голов и 9 вот этих индоутят у меня. Это своя утка вывела как раз была. Да смотри, дружат утки, да, ничего не обижают. Ну не, ну не щиплются. А бывает, что и расклевывают, всяко бывает. Это вот сколько вы их держите, когда рубить будете? Ну где-то примерно через месяц-полтора еще надо держать. А потом мы их рубим, у нас есть покупатели, продаем мясо, тушки. Привозите на рынок? Да, у нас и домой звонит, и домой приезжает к нам из кормиловки. Заказывают, звонят. А в то время сколько они уже весят? Ну, самые ходовые, они такие вот два с половиной, три килограмма. Свыше трех уже плохо берут, потому что вес большой и цена в общем-то у них такая, что, например, я считаю, если больше будет весить, это тысячу будет тушка стоить. А так сколько? Ну, а так рублей семьсот. Домашняя птица на рынке всегда в цене. Наверное, потому, что на своих кормах выращена. Татьяна в мешанку не только творог, но и молоко добавляет. Через месяц хозяйка еще сто цыплят возьмет. Эти уже подрастут. На ярмарку каждую неделю сейчас лупенковы не только молочные продукты возят, но и рассаду. Ее специально в теплице выращивают. Здесь у меня 20 корней помидоров вот здесь вот. Они сидят уже вот эти вот. Это уже постоянно их место будет уже. Они потом рассаду здесь уберу и это они останутся дни же здесь расти. А и на улице высажу корней 70. Помидоров много хватает. Капуста на рассаду. Капусту тоже продаю. И местные у нас все берут капусту. В основном много очень из Михайловки приезжает, даже из Кормиловки и возим на рынок туда. Таня, вот сюда когда переехали сразу стали огородом заниматься, да? Ну, для себя только. А потом? А потом уже стало, да, появилось лишнее, когда предлагали, стали брать. Потом стала больше выращивать. Татьяна и Анатолий во дворе хозяйничают, а мама Галина Афанасьевна домом правит. Готовит, убирает, молоко сепарирует, масло сбивает. Одним словом, без дела теща не сидит. Всю жизнь прожила она в Тюрисском районе. Трое девчонок там воспитала, да еще местных ребятишек, поскольку в детском саду работала. А когда вдовела, согласилась к дочери приехать. Не в Моготу стала одной в большом доме жить. По родным местам до сих пор скучает. Там очень красиво. Белый Яр это красота незабываемая. Все, кто там побывал хоть раз, он никогда не забудет его. Высокий берег, Иртыш, сколько воды там, озера, природа. Особенно весной, когда начинает весна, выйдешь на крылечко, вот как вдохнешь, вот этот запах сосновый, легкий, на всю, кажется, мощь раскрывается в два раза шире, чем положено. Рыбалка. А ягод сколько? Каких только нет. Там и клюква, там и брусника, там и черника, и голубика, там и ежевика, и земляника, и еще какую забыла, и морожка. Все-то, все-то там есть. Работу по дому Галина Афанасьевна взяла на себя сама. Особенно нравится ей готовить. Открой в холодильник, все есть. Бежать незачем не нужно в магазин. Ну вот вы каждый день готовите. Что любит семья? Толя любит мясо. Ему надо мясо и не какой-то там фарш, а просто мясо настоящее, чтобы такой кусок, и чтобы его можно было пожевать хорошо. А Танюшка, она любит и котлетки, любит, борщ очень любит. Вот. Ну и все. Ну, готовлю все, что могу, то и готовлю. Но особенно ей удается домашний пирог, который все называют на итальянский манер пицца. Затраты на него небольшие, но повозиться придется, чтобы начинку приготовить. рецепт рецепт его приготовления Галина Афанасьевна согласилась поделиться и с телезрителями. Эта пицца наше фирменное блюдо. Все дети любят у меня, очень любят ее пиццу Максим, внук, и при возможности я стараюсь их порадовать. Вот. Наготовлю тесто дрожжевое, молоко, ну, примерно на 2 стакана молока, 30 грамм дрожжей, ложки 4 растительного масла и мука. Замешиваю тесто, такое, чтобы не слишком густое, ну, нормальное. И ставлю, чтобы оно подошло. Сколько минут? Ну, как начнет подходить, как дрожжи заработают. Вот. Подошло, я ее немножко обомну, а потом начинаю эти снова начинает подходить. Я выкладываю на стол, раскатываю скалочкой тоненькую лепешечку и выкладываю его на противень или форму, ну, какая есть, все, сковорода, обязательно дно, эти, посуду обязательно на масло. Положу, чтобы бортики еще были, смазываю саму лепешечку растительным маслом и начинаю выкладывать начинку. Начинка у меня какая бывает? Первый слой обязательно картошечка. Вот такая вот картошечка. В мандирах почистить ее, тоненько-тоненько-тоненько порезать и выкладываю в один слой. Чуть-чуть солью. Потом следующий слой яйца вареные. Тоже крупно, не мелко порубить, а покрупнее и тоже слой. Следующий слой какой-нибудь еще готовлю начинку. могут это быть и грибы, могут быть огурец или с луком вместе пережаренные. Выкладывается еще один слой. Дальше берем колбаску. Обязательно почему-то мы любим вот вареную колбасу. И тоже такими ровненькими полосочками тоже выкладываем. Следующий слой у нас идет помидоры. Тоже можно порезать как хотите. Можно крупно, можно мелко. Это ваша фантазия. Потом сверху еще обязательно сыр. Сыр на крупной терке потертой. И все это разравнивается и заливается майонезом. Ну как заливается? Помазать просто так как не жалко. И в духовку. Духовка разогрета должна быть на 180 градусов. Печется 20-30 минут. Вот такая пицца или домашний пирог от Галины Афанасьевны. Приятного аппетита! спонсор показа компания Омск Дизель. Надежные и проверенные временем автомобили КАМАЗ в сельском хозяйстве незаменимые помощники работают круглый год. В Омский регион такую технику поставляет компания Омск Дизель официальный дилер завода изготовителя. Более 30 лет и более наверное КАМАЗ в ногу идет везде всегда сельским хозяйством. Более надежного нету ничего для крестьян скажем так. Простой доступный ну надежный. Поэтому уже третий автомобиль КАМАЗ приобретает агрофирма Екатеринославская только за последний месяц. В хозяйстве выращивают зерновые занимаются молочным животноводством и переработкой. Такая машина всегда нужна. Сейчас горячая страда у нас посевная для этого. В дальнейшем будем при заготовке кормов в уборочную страду. Ну и зимой мы перевозка зерна в город на элеваторы. Каждое сельхозпредприятие может подобрать для себя подходящий автомобиль. Компания Омск Дизель предлагает селянам широкую линейку сельскохозяйственных машин различных модификаций. Данный автомобиль имеет ряд преимуществ. Усиленная самосвальная платформа, длина борта 6 метров 20 сантиметров. Также на данном автомобиле подъем самосвальной платформы производится двумя гидроцилиндрами. Грузоподъемность данного автомобиля свыше 13 тонн и объем кузова свыше 20 кубических метров. Для тех, кто приобретает технику в компании Омск Дизель действуют специальные условия и предложения. Программа лизинг от производителя позволит значительно сэкономить ваши средства. На сегодняшний день, приобретая технику в компании Омск Дизель по программе лизинг от производителя, вы получаете дополнительную скидку 6%. Также продолжает действовать федеральная программа субсидирования, которая предполагает собой скидку 10% от полной стоимости техники на первоначальный лизинговый платеж. По вопросам приобретения техники обращаться по адресу улица Волгоградская 88 или по телефону 21 60 90. Спонсор показа компания Омск Дизель. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова